Так как она никогда не любила читать, она построила из всех книг в доме большую башню и стала веселиться, прыгая через нее. Ее мама увидела это и сделала Златовласке замечание. Книги для чтения Златовласка. Играя с ними, ты можешь их порвать. Но книги такие скучные! Лучше с ними играть! В этот момент Златовласка увидела книгу, которая едва не падала с подоконника. Откуда эта книга? Когда Златовласка захотела взять эту книгу, у нее вдруг появились крылья, и она полетела в сторону леса. Златовласке стало очень любопытно, и она побежала за книгой. Эй, подожди! Летающая книга! Становись! Куда ты улетела? В глубине этого леса стоял белый домик. В этом домике жила милая семья коз. И в нем было множество книг. Иногда даже их соседи-звери брали книги почитать у семьи коз. Отец-козел не мог заснуть, не почитав свои книги по плотничеству. Мама-коза не выпускала из рук книги по кулинарии. А дочка-козочка обожала яркие книги сказок. Замечательно! Теперь я могу сделать себе кресло-качалку! Хм! Суп из клевера нужно готовить только восемь минут. В тот день дочка-козочка была очень расстроена, потому что не могла найти свою любимую книгу. Хе-хе-хе! Я нигде не могу найти свою книжку! Где моя книга ветра? Хе-хе-хе-хе! Может быть, твоя книга отправилась на прогулку по лесу, моя козочка? Семья-коз пошла поискать книгу ветра на лесной тропинке. А в это время Златовласка очень разволновалась, потому что она заблудилась в лесу. А? Как я теперь попаду домой? И книгу я тоже не нашла! А-а-а! И вдруг книга ветра, как бабочка, оказалась прямо у нее за спиной. Златовласка уже почти поймала книгу, но она улетела к дому семьи коз. Златовласка подбежала к двери домика и постучала. Дверь медленно открылась. Здравствуйте! Есть кто-нибудь дома? Златовласка увидела сотни желтых и розовых, толстых и тонких книг. Она стала разыскивать книгу ветра. Хм, большая толстая книга по плотничеству. Она должна быть очень скучной. По всему дому Златовласка находила книги. Но ни одна из них не была такой интересной, как книга ветра. Хм, книга по кулинарии. Хм, овощи – это не для меня. Она так и не смогла найти свою книгу и очень устала. Когда она свернулась калачиком, засыпая, книга ветра подлетела ей под голову вместо подушки. Семья коз так и не смогли найти книгу ветра в лесу и вернулись домой. Но когда они вошли в дом, они увидели, что все книги разбросаны. Кто-то выкинул мою плотницкую книгу в камин. Кто-то бросил мою книгу по кулинарии в горшок. Кто-то нашел мою книгу ветра, но она не только нашла ее, но еще и превратила ее в подушку и заслонами. Когда маленькая козочка расплакалась, ее мама и папа сразу же подошли к ней. Они очень удивились, увидев спящую в уголке златовласку. Что это за человек? И почему она разбросала наши книги? Посмотрите на эти смятые страницы! От плача козочки, златовласка проснулась. О, вы? Я... О, о, я златовласка! Ну... Не бойся, милая девочка, мы тебя не обидим. Я просто искала эту летающую книгу ветра. Извините, что вторглась в ваш дом. Эта книга в твоей руке моя! Я никому ее не отдам! О, о, но мне в первый раз захотелось почитать книгу. Козочка была очень упрямой, но она очень удивилась. Встретив кого-то, кому книга ветра показала свои крылья. О, ни одному ребенку до сих пор не удавалось увидеть, как эта книга летает. Похоже, она выбрала тебя. Оставь ее себе! Это мой подарок! Хе-хе-хе-хе-хе! Златовласка была вне себя от счастья. Она сразу же стала читать первые строки книги ветра. В этот момент все книги в доме взлетели и вернулись на свои места. А другие книги в доме тоже волшебные? Хе-хе-хе-хе! В книгах нет волшебства, Златовласка! Но у нашего воображения, которое растет благодаря книгам, есть волшебство! Уже темнеет, Златовласка. Давай отведем тебя домой. Твоя мама, наверное, очень волнуется. Но мы еще не прочитали остальные книги. Никто не может прочитать столько книг за один день. Ты можешь приходить к нам, когда захочешь, чтобы почитать. Семья Коз отвела Златовласку к ее саду и попрощалась с ней. Златовласка пронеслась мимо мамы, улеглась на пол и сразу стала читать свою волшебную книгу. Златовласка, где ты так долго была? Я гонялась за летающей книгой, мамочка. Хе-хе-хе-хе! А книги разве летают? Да! Но на самом деле они не летают. Но в наших мечтах может случиться что угодно. С того дня Златовласка и Козочка стали друзьями по чтению. Иногда они обменивались книгами. Иногда они встречались, чтобы почитать вместе и помечтать. Так двое друзей узнали, что волшебство книг можно узнать мечтая. И однажды мечты из книг становятся реальностью. Летние дни закончились. И день, которого козлятки ждали с нетерпением, наконец наступил. Ура! Сегодня первый день в школе! Мне так не терпится увидеть своих друзей! Мне тоже! Мама-коза отправила своих детей в школу. Когда семеро козлят шли в школу, один из них вдруг остановился. Потому что он забыл что-то очень важное. А-а-а! Я забыл альбом для рисования! Идите, братья и сестры, я вас догоню! Когда малыш-козленок шел домой один, злой серый волк Джек охотился, поджидал добычу в лесу. А-а-а! Этот слишком большой! А этот слишком маленький, я им не наемся! Этот слишком быстрый, мне его не поймать! В этот момент волк очень обрадовался, увидев малыша-козленка. Ух ты! Козленочек! Мой любимый! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Чтобы обмануть козленка и сбить его с пути, большой серый волк сделал себе усики из веток деревьев и крылья из его больших листьев. Ха-ха-ха-ха-ха! Я теперь как миленькая бабочка, которая дружит с козлятами! Пойду-ка я теперь обхитрю этого козленочка и съем его с большим аппетитом! Козленок уже почти вошел в сад своего дома, но вдруг он увидел большого серого волка прямо перед собой. А-а-а! Т-т-ты! Ты злой волк Джек! Помогите! Нет, нет, я не волк! Я бабочка! Погляди, разве у волков есть такие усики? Но у тебя длинный хвост! Ну и большие крылья тоже! Да, ты правда бабочка! Да-да! Я самая большая бабочка в лесу! Я живу в прекрасном месте! Пойдем, я провожу тебя! Но, ну, у меня сегодня школа! Это даже лучше! Мы пойдем прямо туда и обратно! Ты разве не хочешь отправиться в приключения и рассказать о нем всем друзьям в школе? Большой серый волк и козленок уходили все дальше и дальше в лес. В то время, как у других козлят шел урок рисования. Но когда один из братьев повернулся и увидел, что его младшего брата нет, он поспешил сказать об этом учителю. И они все отправились искать малыша-козленка. А в это время козленок, который шел за большим серым волком, задавал ему множество вопросов. Бабочки летают! А почему ты ходишь? Разве бабочки как ты не умеют летать? Бе-е-е! Да-а-а! Но если я полечу, тут будет буря! Закрой глаза и медленно считай до трех! Ладно! Один! Волк Джек привязал себя тонкой веревкой к ветве дерева. Два! И стал раскачиваться из стороны в сторону. Три! Когда козленок открыл глаза, он увидел, как волк хлопает крыльями из стороны в сторону. Ба-а-а! Ты и вправду можешь летать! Но ветвь не могла удержать волка и сломалась. И когда волк упал на землю, одно из его крыльев отлетело. О-о-о! У тебя крыло сломалось! Я побегу, позову на помощь! Ба-а-а! Постой! Ты что, никогда не видел однокрылых бабочек? Однокрылых бабочек? Ба-а-а! Они живут в потайных местах в лесу. Пойдем, следуй за мной! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Злой серый волк привел козленка в место в лесу, где было много упругих листьев. Волк взобрался на один из листьев, подпрыгнул и взлетел в воздух. Козленок, наблюдавший за волком, был зачарован. Затем волк подошел к козленку. Он хотел съесть его прямо сейчас. Но в этот момент прилетела ворона и уселась прямо на один из усиков на голове волка. А-а-а! Ворона! Помогите! Я очень сильно не люблю ворон! Прочь! Эй! Брысь! Волк быстро тряс головой. И ворона схватила один из усиков и улетела. А-а-а! Ворона забрала твой усик! Что же теперь будет? В мире также есть бабочки с одним крылом и одной антенкой, козленочек. Что? Правда? Да! Давай я отведу тебя в пещеру, где они живут, и ты увидишь все своими глазами. Да! Почему бы и нет? Да! Мне это очень интересно! К тому же, каждый, кто зайдет в эту пещеру, сможет летать! Что? Я тоже хочу летать! Очень круто! Когда братья и сестры искали козленка по всему лесу, они нашли сломанную ветку и порванный лист на земле. Лист сорван и ветка сломана! Кто мог это сделать лесу? КОНЕЦ! Когда учитель увидела огромные следы на земле, она сразу поняла, что большой серый волк сделал это и что козленок был в опасности. Она придумала план, чтобы спасти его. Как только козленок вошел в логово, злой и серый волк Джек снял с себя усик и крыло и отбросил их в сторону. Ра-а-а! Малыш козленок очень испугался, увидев прямо перед собой волка. Спасите! Ты вправду большой злой волк! Вскоре учитель и козлята пришли в жилище волка и спрятались по обе стороны от входа. Перед выходом учитель натянула липкую ленту, которой она пользовалась в классе. Затем она попросила козлят потанцевать перед входом в пещеру. Ба-а-а! 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 Услышав голоса козлят, волк сразу насторожился. Ага! Тут еще больше козлят! Я их всех сюда заведу! Волк хотел напасть на козлят, но запутался в рикколенте, натянутой у входа. Он покатился и исчез в лесу. Спасите! Спасите! Спасибо, что спасли меня! Я попался в волчью ловушку, потому что я хотел быть летающим козленком. Ты всегда должен оставаться самим собой, малыш козленок, не сравнивая себя с кем бы то ни было. Козлята вместе вернулись в школу и продолжили занятия с радостью первого учебного дня. С того дня козленок больше не попадался на уловки, потому что то, что он узнал в школе, сделало его более осторожным в жизни. Тот день козочка была очень взволнованна, потому что это был день ее рождения, но еще и потому, что ее мама сказала ей, что приготовила для нее большой сюрприз. Взволнованная козочка пошла к своим братьям и сестрам. А? Какой сюрприз мама для меня приготовила? Бе-ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ В окне леса жадный волк искал, чтобы ему поесть. Вскоре он увидел двух оленят. Он уже готов был наброситься на оленят с большим аппетитом, когда из их разговора он узнал о том, что скоро будет день рождения козочки, и там соберутся все. Ммм, так там будут все! Ха-ха-ха-ха! Голодный волк хотел порадовать свой желудок семью козлятами, а не двумя оленями. Он быстро отправился к домику козлят. И в самом деле шеф-панда и мама-коза готовили разноцветный четырехслойный торт со вкусными конфетами. Волк с восторгом представил себе, как он прячется в торте, и как раз когда козочка задувает свечи, он внезапно выпрыгивает из торта и съедает всех козлят. В это время мама-коза позвала двух козлят для еще одного сюрприза. Пе-хе-хе! Отнесите этот шарик слону. Пусть он его надует. Но осторожно! Это сюрприз! Чтоб сестра не заметила! Окей, мам! Хе-хе-хе! В этот раз волк представил себе, как он выпрыгивает из огромного шара и хватает козлят. Пока он мечтал, у него текли слюнки. Затем мама-коза позвала еще двоих козлят. Бегите и скажите жирафу, что бы привез самое вкусное мороженое в большой тележке. Кстати, это тоже сюрприз! Мороженое! Ура! Хе-хе-хе! В этот раз волк представил себе, как он спрячется в тележке с мороженым. Он стал выглядывать из-за угла и думать, какой из его планов позволит ему съесть больше козлят. Прошли часы. Наконец, все приготовления были завершены, и один за другим гости собрались в саду. Конечно, никто не знал о планах волка. Козочка еще больше обрадовалась, когда увидела коробки с подарками. Слон с трудом нес огромный шар, который он надул своим хоботом. Он подарил его козочке. Когда козлята увидели шар, они пытались угадать, что внутри. О! Там внутри огромный зонтик? Нет! Похоже на лапу волка! Что? Волк? Нет! В этот момент именинница не смогла удержаться и с шумом лопнула шар. Когда оттуда появилась сладкая вата, козлята очень обрадовались. Ха-ха-ха! Какой прекрасный подарок! Спасибо! М-нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем-нем! Потом мороженщик жирал угостил козлят мороженым. Все козлята по очереди получили мороженое. И тут тележка с мороженым стала качаться Все в страхе смотрели на тележку Но вдруг оттуда вылетели коробки и появился кролик Сюрприз! Вы думали, я не приду? Да? О, да! Я очень расстроилась! Когда было пора подавать торт, шеф Панда и мама Коза С трудом внесли в сад торт Этот торт тяжелее, чем мы думали, шеф Панда Все гости с восхищением смотрели на огромный торт Этот огромный торт для меня? О! Да! Загадывай желание и задувай свечи Все собрались вокруг торта Козочка загадала желание Как только она задула свечи, огромный торт упал на землю И разлетелся на кусочки А из разрушенного торта появился злой серый волк Все с криком разбежались А-а-а! Бегите! Бегите! Волк всех расчез! Бежим! А-а-а! Начался ужасный переполох Мама Коза бегала туда-сюда, чтобы спасти своих козлят Голодный волк схватил трех козлят и убежал Мои козлята! Отпусти их, подлый волк! Да! Можешь бежать за мной Но все равно за мной не угонишься! Ха-ха-ха! Волк думал, что он исчез без следа, быстро сбежав Но мама Коза преследовала Волка по следам и сладостей Которые бросали козлята Но на всякий случай она попросила о помощи своего друга Медведя Медведь охотно согласился ей помочь В этот момент, когда Волк уже больше не мог ждать И собирался проглотить козлят у своего логова Он услышал радостный голос Медведя Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Какая вкусная еда! Чудесный вкус! А-а-а! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Мммм! Волк не мог устоять. Он привязал козлят к камням и с любопытством пошел к медведю. Что происходит, медведь? Что за причина для радости? О, там такой праздничный стол в конце дороги. И если съешь хотя бы порцию этого, то будешь не голоден целый год. Я думаю, тебе тоже стоит попробовать. Жадный волк решил отправиться туда, куда сказал медведь. Когда вернусь, съем козлят тоже. Однако, когда волк туда добрался, он не увидел там ни стола, ни угощения. Это было всего лишь пустое место на краю утеса. И где вкусная еда? В этот момент мама-коза вышла из своего укрытия, разогналась и так боднула волка, что тот с криком упал с утеса. Мама-коза тут же отправилась к логову волка и освободила козлят. О, ты здесь, мама! Бе-е-е! Пока они продолжали праздновать, Волк так и не понял, что его поразила собственная жадность. Златовласка и три панды Давным-давно в красивой части леса стоял маленький домик. А в нем жила девушка с великолепными белокурыми волосами по имени Златовласка. Златовласка была такой хорошенькой, что ее все очень любили. Правда, случалось, что эта милая девушка бывала очень непослушной. Один, два, три... Ох, нет! Златовласка случайно опрокинула пирог, который испекла ее мама. Златовласка, теперь вам придется снова ждать завтрака, потому что я должна испечь новый пирог. И, кстати, будь хорошей девочкой, не уходи в лес, не предупредив меня. Златовласке в ожидании завтрака было очень скучно. Один незаметный шаг в сторону леса, два шага, нет, три... Что будет, если я пройду немного ближе? Пока мама хлопотала на кухне, Златовласка делала шаг за шагом из сада в сторону леса. А в самой его чаще стоял очень симпатичный бамбуковый домик. В нем жила славная семья медведей. Это были огромный папа-панда, панда-мама среднего размера и крошечный маленький панда-малыш. Мама-панда вставала рано утром и готовила на завтрак бамбуковое пюре с ванилью. Отец-панда проснулся от аромата, доносившегося из кухни, а потом пошел будить сына. Однако малыш-панда, который очень любил поспать, никак не мог проснуться. Но он не смог устоять перед чудесным запахом пюре и, наконец, поднялся. И вот вся семья панда собралась за столом. Они уже хотели поесть их любимое бамбуковое пюре, но оно оказалось очень горячим. Мама-папа, может быть, нам побродить немного по лесу, пока завтрак не остынет? Да, мы как раз сможем собрать еще бамбука и приготовить пюре на вечер. Семья панда оставила завтрак на столе и отправилась собирать бамбук. Тем временем златовласку, которая весело бегала по лесу, окружили разноцветные бабочки. Как прекрасен этот лес! Посмотрите на этих бабочек! Златовласка погналась за одной из бабочек и стала заходить в лес все дальше и дальше. И, конечно, среди огромных старых деревьев она заблудилась. Бедняжка долго блуждала по лесу, устала и очень проголодалась. Она уже чуть было не заплакала, но вдруг увидела впереди бамбуковый домик. Обрадованная златовласка подошла и заглянула в окошко. Внутри на столе она увидела три миски с едой. Девушка подошла к двери и трижды постучала. Дверь оказалась не заперта и открылась сама собой. А златовласка была так голодна, что вошла. Эй, здесь кто-нибудь есть? А на столе ароматно пахло бамбуковое пюре в большой, средней и маленькой миске. Так как златовласка была очень голодной, то захотела съесть бамбуковое пюре из самой большой миски. Но когда она решила попробовать его, то обожглась. Это пюре слишком горячее. Тогда она попробовала пюре из средней миски. А это слишком холодное, даже совсем невкусное. Затем она взяла ложку бамбукового пюре из маленькой тарелочки. Это пюре не слишком горячее и не слишком холодное. Как раз как я люблю. И златовласка съела все пюре из маленькой миски. Потом она решила посидеть у камина, чтобы немного отдохнуть. И здесь увидела три разных кресла. Сначала она присела в самое большое кресло. Ха, это кресло очень жесткое и рядом с камином слишком жарко. Затем она села на среднее кресло. Ммм, это сиденье слишком мягкое. И, наконец, златовласка села на самое маленькое красное креслице. Ого, тут очень удобно в самый раз для меня. Но в этот самый момент крошечное сиденье хрустнуло и развалилось под тяжестью златовласки. О нет, может мне тогда лучше пойти и полежать в постели? Златовласка вошла в спальню и увидела здесь три кровати. Одна была большая, другая средняя и третья маленькая. Сначала златовласка легла на самую большую кровать. Эта кровать такая жесткая, а подушка огромная. Потом она перепрыгнула на кровать средних размеров. Но та оказалась слишком мягкой. Затем девочка попробовала самую маленькую кроватку. О, а эта кровать лучше не придумаешь. Ой, подушка удобная, можно немножечко поспать. И златовласка заснула в самой маленькой кровати. Тем временем семья панд, которая отправилась собирать бамбук в лесу, наконец вернулась домой. На прогулке они все очень проголодались. И как только зашли в дом, хотели скорее позавтракать. Но за столом их ждал сюрприз. Кто-то пробовал мое пюре. И мое бамбуковое пюре тоже кто-то попробовал. А мое бамбуковое пюре все пропало. Папа, мама и малыш панды начали внимательно осматриваться. И заметили, что кресла у камина стоят не так. Хм, кто-то сидел на моем кресле. Смотрите. Кто-то сидел и на моем кресле. Кто-то сел на мое кресло и сломал его. Затем семейство панта отправилось в спальню. Кто-то спал на моей кровати и уронил мою подушку на пол. Кто-то прыгал на моей постели. Мама и папа панды увидели, что действительно кто-то спал в постели их малыша. Отец панта поднял одеяло и Златовласка тут же проснулась. Когда она увидела перед собой трех огромных пан, то очень испугалась. Кто ты? Почему ты спишь в моей постели? Эй, я прошу прощения за то, что вошла без спроса в ваш дом. Просто я заблудилась в лесу, зашла к вам, поела, а потом уснула. Пожалуйста, не сердитесь. Девочка, в чужие дома заходить без спроса нехорошо. Кроме того, твоя мама должно быть очень волнуется. Давай мы отведем тебя домой. Панды прекрасно ориентировались в лесу и знали там каждую тропинку. Они нашли дом Златовласки в мгновение ока. Мамочка! Доченька, девочка моя! Мы тебя везде искали. Я обещаю, что никогда не уйду в лес, не сказав тебе. Родители Златовласки поблагодарили семью панд за то, что они привели их дочь домой. С тех пор Златовласка и детеныш панды подружились и часто вместе играли. А сама Златовласка теперь всегда спрашивала разрешения мамы, чтобы пойти в лес и навестить медвежью семью. С тех пор она ни разу не заблудилась, потому что ее самый близкий друг, малыш панда, всегда был рядом с ней. Когда-то на краю леса жила девочка с золотыми волосами. Ее звали Златовласка. У нее были такие восхитительные золотые локоны, что все, кто видел ее, не могли отвести глаз. Но, несмотря на свою красоту, иногда она была довольно непослушной маленькой девочкой. Каждый раз, когда она выходила из дома поиграть, мама наказывала ей вести себя хорошо. Дорогая, оставайся на заднем дворе и не уходи в лес. А в домике в глубине леса жила медвежья семья. Папа-медведь был огромным, мама-медведица была среднего размера, а медвежонок был маленьким. Мама-медведица всегда просыпалась рано, чтобы приготовить овсяную кашу на завтрак. Однажды утром медвежонок проснулся раньше обычного и захотел съесть свою кашу. Но она была слишком горячей. Мама, мы можем прогуляться по лесу, пока каша не остынет. Папа-мама и медвежонок оставили кашу остывать на столе и вышли погулять. Тем же утром Златовласка играла на заднем дворе, пока ее мама готовила завтрак. Но ей так наскучило все время играть на одном и том же месте. Ей было так любопытно узнать о том, что таится в глубине леса, что она подумала. Разве может что-то случиться, если я просто немного прогуляюсь? Увидев, что вокруг никого нет, девочка побежала в лес. Устав от долгого пути, Златовласка остановилась и огляделась. Какой красивый лес! Цветы, деревья! Почему я не приходила сюда раньше? Очарованная, она стала углубляться все дальше в лес. А тем временем, гуляя со своей семьей, медвежонок увидел улей на ветке дерева. Такой большой пчелиный улей, я уверен, что он полон меда. Папа, можно мы поедим немного меда? Нет, мой мальчик, он принадлежит пчелам. Это их родной дом. Мы не можем заходить в чей-либо дом и есть еду хозяев. Да, вы правы, придется подождать, пока мы не вернемся домой. А Златовласка так долго брела по лесу, что в конце концов заблудилась. Она попыталась повернуть назад, но не могла найти дорогу к дому. Наконец, девочка очень устала и проголодалась. Она прошла еще немного, пока, наконец, не увидела среди деревьев медвежью избушку. Златовласка тихонько подошла к дому, обошла вокруг, но никого не увидела. Она постучала в дверь, но никто не ответил. Тогда она заглянула в окно и заметила на столе три миски с горячей кашей. Она снова вернулась к двери и на этот раз постучала сильнее. Дверь отворилась. Девочка очень обрадовалась. Она заглянула внутрь и крикнула. Есть кто-нибудь дома? Так и не дождавшись ответа, Златовласка вошла. Она подошла к столу. На столе стояли три миски с кашей. Одна большая, другая среднего размера, а третья маленькая. Девочка была так голодна, что сначала захотела поесть из большой миски. Но едва положив ложку в рот, она обожглась, потому что каша была еще слишком горячей. Златовласка перешла к средней миске, но из нее ей не захотелось есть, потому что каша была слишком холодной. Она слишком холодная. Наконец девочка окунула свою ложку в самую маленькую миску. Ммм, эта каша не слишком горячая и не слишком холодная. Она для меня в самый раз. И девочка съела всю кашу из маленькой миски. Позавтракав и почувствовав себя сытой, девочка захотела посидеть на одном из трех стульев у печки, чтобы немного отдохнуть. Первый стул был большим, другой средним, а последний был очень маленьким. Сначала она попыталась сесть на большой стул, но не смогла на него забраться. Девочка попробовала сесть на средний стул, но он был очень жестким и неудобным. Наконец она села на самый маленький стульчик, и он оказался ей в самый раз. Но вдруг стульчик с грохотом развалился. Златовласка оказалась на полу и не знала, как быть. Она пошла в соседнюю комнату. В комнате было три кровати. Большая, средняя и маленькая. Сначала девочка забралась на первую кровать, но она была слишком большой и жесткой. Вторая кровать была немного великовата и, к тому же, слишком мягкой. Златовласка легла на третью, самую маленькую кровать. Она оказалась ей в самый раз. Девочке в ней было так удобно, что она тут же заснула. Златовласка крепко спала, когда семья медведей вернулась домой. Папа-медведь набрал дров для того, чтобы топить печь. Мама-медведица несла к столу свежие ягоды, а медвежонок просто не мог дождаться минуты, когда съест свою кашу. Вернувшись домой, медведи сразу пошли к столу. Увидев свою миску, папа-медведь не на шутку разозлился. Кто-то ел мою кашу. Мама-медведица также взглянула в свою миску. Из моей миски тоже кто-то ел. А медвежонок, взглянув на свою миску, громко заплакал. Кто-то не просто поел из моей миски. Он съел всю мою кашу. Медведи вышли из-за стола и начали осматриваться. Папа-медведь заметил, что кто-то подвинул его стул у печки. Кто-то сидел на моем стуле. Смотрите, он стоит в другом месте. Мама-медведица посмотрела на свой стул и пожаловалась. Кто-то сидел и на моем стуле. И тут медвежонок снова громко заплакал. Кто-то не просто сидел на моем стуле, а сломал его. Медвежья семья настороженно прошла в спальню. Кто-то лежал на моей кровати. Посмотрите, как она смята. И на моей кровати тоже кто-то лежал. Кто-то лежал и на моей кровати. И он до сих пор спит в ней. Папа-медведь подошел к кровати медвежонка и увидел, что кто-то действительно спит в его кровати. Он медленно приподнял одеяло. Медведи очень удивились, увидев, что в кровати медвежонка спит маленькая девочка. Что эта маленькая девочка делает в нашем доме? Скажи этой девочке, чтобы она сейчас же слезла с моей кровати. Проснувшись от плачи медвежонка, Златовласка увидела перед собой трех медведей и испугалась не на шутку. Она тут же выбежала из комнаты, выскочила из дома, и побежала вперед, не оглядываясь. Она задыхалась от бега, но не останавливалась, хотя и не знала, куда бежать. И тут она увидела своих родителей, которые как раз заметили, что Златовласка исчезла со двора и пошли искать ее. Девочка была так рада увидеть своих родителей. Она со всех ног побежала к маме и обняла ее. Ох, мамочка! Мы так волновались! Ты в порядке? Отныне я всегда буду слушаться вас. Я никогда не уйду со двора, не предупредив вас. Златовласка крепко обняла родителей. И с тех пор, как и обещала, она всегда слушалась их и ничего не делала без их разрешения. Златовласка стала самой послушной, доброй и хорошей девочкой в округе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова